Кризис Но это только начало саги о Facebook. Кризис Хауген, бывшего менеджера продукции Facebook, который говорит, что компания постоянно ставит прибыль выше общественной безопасности. Хауген дала несколько показаний перед Конгрессом США и британским парламентом после того, как поделилась документами, которые показывают, что Facebook знает, что его продукция наносит вред психическому здоровью девочек-подростков. Но платформа сопротивлялась изменениям, которые сделали бы ее контент менее провоцирующим разногласия, зная, что основная платформа используется для разжигания этнического насилия. Кризис Хауген Второй разоблачитель заявил, что чувствует, что у нее руки обогрены кровью. София Джан была аналитиком данных Facebook. Она говорит, что ее уволили после того, как она рассказала своим боссам, как Facebook вмешивается в выборы в других странах. Последний разоблачитель, который выступил с заявлением, раскрыл аналогичную информацию, заметив, что на платформе сознательно размещались разжигающие ненависть высказывания и незаконная деятельность. Утечка документов также показывает, что компания не ушла внутренние опасения по поводу дезинформации о выборах. По сути, Facebook практикует однобокий подход к борьбе с дезинформацией. 87% его глобального бюджета выделяется на выявление дезинформации исключительно в США, а оставшиеся 13% обрабатываются во всем остальном мире. Общим моментом этих трех разоблачений является тот факт, что Facebook использует незаконные данные для изменения хода выборов, политических ситуаций и конфликтов по всему миру. В своих показаниях в Сенате США Хаугин заявила, что платформа социальных сетей разжигает насилие и напряженность в Мьянме. Военные этой страны организовали репрессии против мусульмана Рохиня в 2017 году, а затем совершили переворот против собственного правительства. Даже сам Facebook признал, что сыграл роль в разжигании насилия в Мьянме. Исследователи обнаружили, что все, что вам нужно было сделать, это оценить промьянмарский военный пост, и алгоритм Facebook привел бы вас к нескольким провоенным страницам, которые действительно содержали оскорбительный контент. Около половины населения Мьянмы, насчитывающие 53 миллиона человек, используют Facebook, причем многие полагаются на этот сайт как основной источник новостей. Исследование, проведенное правозащитной группой Global Witness, показало, что алгоритм Facebook продвигал сообщения в нарушении собственной политики, которая провоцировала насилие против протестующих, выступающих против государственного переворота, устроенного военными в феврале. Теперь Хаугин говорит, что Facebook сыграл значительную роль в тех событиях и делает сейчас то же самое в Эфиопии. Она также предупредила, что то, что Facebook сделал для Мьянмы — это только начало, и вскоре влияние социальной платформы на кризисы в другой стране станут очевидными. Я не уверен, что это события, что мы видим в мире, как Мьянмар и Этиопия — это открытые части. Потому что эфиопия-социализирует два вещи. Один, это приоритет и amplитет противополаризированный контент. И второй, это концентратит. И если Facebook вернусь и скажет, что только маленькая слева контент на нашей платформе есть hate, или только маленькая слева есть violence. Один, они не могут detectать это очень хорошо, поэтому я не знаю, если я верю эти большинство. И только 3% из них на улицах, чтобы иметь революцию. Многие правительства также используют слежку в социальных сетях, чтобы шпионить за своими гражданами. Между тем поступают сообщения о шпионаже за данными, которыми Facebook поделается со странами, которые США считают своими соперниками или врагами. У Facebook есть команды, которые работают исключительно с Китаем, а также с тем, кто публикует китайские аккаунты. Сообщается, что платформа продает данные или алгоритмы, которые могут влиять на определенную аудиторию в Facebook. Facebook делает то же самое, что и американские спецслужбы, вмешиваясь в дела других стран. Подстрекательство к этническому насилию, интервенция, организация переворотов и разжигание конфликтов – вот чем Соединенные Штаты прославились во многих странах. Но последнее разоблачение показывает, что эпоха прямого вмешательства и политического влияния подошла к концу. Похоже, что спецслужбы США передали такую деятельность на аутсорсинг крупным технологическим компаниям, таким как Facebook и прочим гигантам социальных сетей. Есть несколько примеров, подтверждающих это утверждение. Например, когда популярная платформа внезапно позволяет использовать определенный язык для своих услуг прямо перед выборами в той стране. Когда международное сообщество протестует против такого поведения, Вашингтон разыгрывает карту свободы слова и смотрит в иную сторону. Это правда, что Конгресс уже проводит слушания и расследования, но время покажет, приведет ли какое-либо из этих действий к какому-либо значительному выводу. Facebook уже начал кампанию своего переименования с целью «Акраничение ущерба». «Акраничение ущерба». Эксперты уже забили тревогу по поводу того, что использование автоматизированных инструментов массового наблюдения за аккаунтами в социальных сетях выходит из-под контроля. И Белый Дом это хорошо знает. Он, конечно, осуждает любое нарушение данных и вторжение в частную жизнь, но возглавляет армию технологических гигантов, которые делают эту грязную работу. Девять из десяти пользователей интернета подвергаются активному онлайн-мониторингу. И там, где это могло быть сделано армией аналитиков в прошлом, сейчас это автоматизировано. Автоматизированные инструменты частично находятся в руках платформ социальных сетей, и они знают, как зарабатывать на этом деньги. Они стали правой рукой государства, который пытается захоронить мировую гегемонию. И так далее. И так далее. И так далее. И так далее. И так далее.